С начала зимы пол ушёл на полметра вниз, что будет весной с таянием снега. Жители дома на пригородной боятся предположить, 80-летний дом капитально ремонтировали больше 30 лет назад. Его признали аварийным в 2008-м. Расселить жильцов власти обещали до конца 2015-го, затем 16-го. Сейчас в плане значится новая дата – 1 сентября следующего, 2017 года. Но до этого времени здание не простоит, уверены его обитатели. На кадрах санузел на втором этаже. Чинить его и пол в сантехнике и коммунальщики отказываются. Небезопасно, поясняют жильцы. Последних, впрочем, иначе как бесстрашными не назовёшь. На свой страх и риск. Не знаю, зайдёшь, а выйти не выйдешь. Это неизвестно. А это первый этаж. Помочь не упасть опустившемуся потолку призваны несколько деревянных балок. Сегодня температура здесь нормальная – около 18 градусов, удивляются жильцы. Когда на улице не плюс, об удобствах можно забыть. Вот тут, когда холода, вот так вот полностью старики льда были. В туалет не сходить. Вообще не сходить. Вот так вот. Тут вот был каток. Ольга в одиночку воспитывает двухлетнего приёмного сына. У Артёма ДЦП. Из-за перебоев с водой дома каждую неделю они вынуждены платить за поход в баню. Хотелось бы в тепле и в ванне мыться. По всему зданию поползли трещины. Из-за прохудившейся крыши вода льётся по стенам и проводке. Прошлой зимой из-за короткого замыкания дом горел несколько раз. Аварийный выход, кстати, коммунальщики заколотили. Ходит ходуном для дома уже не метафора. Вздыхают жильцы. Да. Ну, всё, упадём. Самое сильное впечатление, когда выходишь из этого дома, это огромная радость от того, что он на тебя не рухнул. Находиться внутри нереально страшно. Чиновники разводят руками. Переселять пока людей некуда. И на помощь жильцам отправляют управляющую компанию. Кстати, почти банкрота. Сейчас есть необходимость. Да, мы выйдем, посмотрим, примем какие-то меры, имеется в виду по укреплению конструкции, вот этих балок. Да, мы можем оказать содействие, можем предоставить какой-то маневренный фонд. То же самое в ответ жильцам приходило из всех инстанций. В качестве временного пристанища власти предлагали бараки без воды и отопления, рассказывают в Алакжане. И вот результаты везде. Всё одно и то же. Один и тот же ответ. Даже не меняются фразы. В нестабильном положении сейчас сотни жителей областной столицы официально аварийными в городе признаны порядка трёхсот домов. И некоторые, как на пригородной, действительно в критическом состоянии. Поскольку, повторюсь, данное жильё опасно для жизни граждан, проживающих в нём, им нужно предпринимать все действия, соответственно, чтобы защищать свои права. Я предлагаю им обратиться в прокуратуру. Прокурорская проверка, определенным образом, простимулирует чиновников для того, чтобы решить этот вопрос. На днях рассказывают жители дома на пригородной издания «Побежали крысы». Может быть, знак задаётся вопросом в Алакжане. Но всё же не перестают надеяться, что новое положенное по закону жильё им построят раньше вынужденного новоселья. Алена Александрова, Игорь Трифонов, Новости Вологды.